Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре прошла пресс-конференция «Большие гастроли». Возможность продемонстрировать свои идеи и показать потенциалы региона. В северной столице России стартовал 25-й Петербургский международный экономический форум. В нем принимают участие делегации из 40 стран мира, 1244 российских и 265 иностранных компаний. Отправилась на форум и делегация от Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. О первых результатах работы участников из нашего региона расскажет Михаил Ермоленко. В этом году центральная тема Петербургского международного экономического форума «Новый мир, новые возможности». А Самарская область по количеству современных проектов не уступает другим регионам России. С 2018-го Самарская область принимает участие в форуме собственной экспозиции и каждый год новейшие разработки и интересные инициативы. Важно правильно представить свой регион, потому что каждое новое партнерское соглашение в рамках форума – это прежде всего инвестиции и появление новых рабочих мест для жителей области. Так, в этом году на стенде представили ключевые инвестпроекты и разработки. Инсталляция программно-аппаратного комплекса «Умная дорога», малый космический аппарат «Аист-2Д» и другая продукция предприятий региона. Также посетители стенда могли виртуально прогуляться по Самарской луке, а на макете главного стадиона Самары узнать о будущих преображениях территории вокруг спортивного объекта, о том, какие здания и инфраструктура могут появиться вблизи арены. Международный межвузовский кампус на 5000 проживающих территорий жилой застройки в северной части и в южной. Общая площадь жилых помещений будет порядка 800 тысяч квадратных метров. Жилье обеспечено всей социальной инфраструктурой, две школы, общая вместимость на 1800 детей, два детсада и поликлинику. Первый день форума прошел более чем плодотворно. Глава делегации Самарской области, губернатор Дмитрий Азаров, подписал соглашение с Новотеком в производственной сфере, сферах развития строительства и инфраструктуры. Два миллиарда инвестиций в регион. Кроме того, на встрече губернатора Самарской области с Леонидом Михельсоном, председателем правления российской газовой компании Новотек, удалось достичь договоренности о реализации социокультурных проектов. В частности, о начале строительства здания театра «Грань» в Новокуйбышевске. Обсудили и поддержку волейбола в регионе. Также особо отметили промышленный потенциал Самарской области. Делали уникальное оборудование. Хочу вот эти Ажмаши Сызранские отдельно похвалить. Они сделали такие граны, которые в мире не уставы, практически, с таком громадным пролетом и на грузоподъемности до 200 тонн. То, что мы можем собирать модули уникальными с помощью этого оборудования. Вторую договоренность удалось достичь на встрече Российско-Египетского совета. Стороны пришли к соглашению об обмене информации по организации бизнес-миссий. По мнению председателя совета Михаила Орлова, египетскую сторону может заинтересовать потенциал Самарской области в автопроме и машиностроении. Также важная часть соглашения – знакомство с производителями медицинского оборудования и возможностями частной медицины. Кроме того, составляющей сотрудничества могут стать новые возможности для обучения египетских студентов в вузах региона. Михаил Ермоленко, События. Новый детский сад в промышленном районе Самары начнут возводить в июле этого года. Строители уже начали огораживать территорию почти в один гектар под масштабный проект. В сад будут ходить 240 малышей. Расположится трехэтажное здание на проспекте Кирова, в районе Московского шоссе и улицы Старозагора. Тему продолжит наш корреспондент. В микрорайоне Воронежские озера местные жители ждут новый современный детский сад. Наконец-то их мечта сбылась. Во дворе 230-го дома по проспекту Кирова начались подготовительные работы для грандиозной стройки по нацпроекту «Демография». Вопрос, конечно, насущный, потому что, как мы видим, здесь в основном многоэтажная застройка, плотность населения большая, поэтому назрел вопрос, просто необходимо построить здесь детский сад. Это будет, как бы, каждый родитель желает, чтобы его ребенок ходил в детский сад в шаговой доступности. На месте будущего детсада стояли незаконные гаражи. Пару лет назад их демонтировали. И территории власти предложили найти более нужное и полезное применение. Мы предложили обсудить с населением такой вопрос, как строительство садика. Я надеюсь, что для нашего молодого поколения это будет более современный, более уютный, ну, как вот, скажем, такой детский дворец. Очень молодых семей, которые имеют уже более двоих-троих детей и которые хотят иметь. Но опять это, я думаю, что это связано опять же с национальным проектом «Демография». Очень много поддержки для молодой семьи. За полтора года до начала стройки администрация промышленного района и департамент градостроительства Самары обсуждали проект с ТОСом, председателями домов, которые выразили мнение жителей. Пожелания родителей, дети которых и будут ходить в новые дошкольные учреждения, учли. Мы собирались, приезжала администрация, показала нам этот проект. Благоустройство территории оговаривалось, то, что будет ограждение внутри садика, там, естественно, все для детей. Мне бы хотелось, чтобы наши жители нашего микрорайона ходили в этот красивый сад, как он нарисованный на картинке. Недалеко от стройплощадки есть детский сад. В 80-х годах постройки прошлого века. Новое современное дошкольное учреждение в 1400 квадратных метров отстроят по последнему стандарту качества. Все новшества, которые сейчас предусмотрены в законодательстве, строительных норм, все будет использовано. Все согласно проекту, как вот у нас на рисунке, на паспорте объекта существует, все то же самое будет воплощено в жизнь. Все будет красиво и нарядно. У каждой группы будет своя прогулочная зона с детской площадкой и фонарями. Строительство здания стартует в июле этого года. А уже сегодня территорию огораживают железным забором. После того, как будет готов котлован, возведут трехэтажное здание, проведут коммуникации, завезут оборудование и все необходимое для жизни и воспитания детей. Посещать ежедневно его смогут 240 малышей, в том числе и 80 ясельного возраста. Проект разрабатывал Куйбышевский промостроепроект, это самарская организация проектная. Подобные проекты у нас реализованы в Кировском районе, на Ташкентской и на Алматинской, которые мы вводили в 2019-2020 году. Это типовой садик, будет изменена система вентиляции, будет изменена система по электроснабжению сада для более качественного и лучшего обслуживания в дальнейшем. Сейчас уже готова схема размещения порядка 150 зеленых насаждений, включая деревья и кустарники. Их удаление с площадки необходимо, но работы начнутся только после согласования с профильным департаментом и получения порубочных билетов. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События. Поделиться управленческим опытом и предоставить правовую помощь. В администрации железнодорожного района Самары прошел семинар для сотрудников ТСЖ, ТСН, ЖКС и неравнодушных жителей. В качестве спикеров выступили представители городских властей и государственные жилищные инспекции. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Решить сложные коммунальные вопросы в короткие сроки. Сотрудники администрации железнодорожного района Самары дали старт очередному циклу семинаров в рамках проекта «Мой дом», на который приглашают активных местных жителей, представителей ТСЖ, ТСН, ЖКС и авторитетных спикеров. Основная цель таких мероприятий – рассказать участникам об успешном опыте управления многоквартирным домом и предоставить им правовую помощь. Это сближает народ с органами власти, ну и с различными другими системами, которые необходимы для правильного функционирования жилого дома. Напомним, в начале 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводил серию встреч с председателями Советов МКД, ТСЖ, ТСН и ЖСК. По итогам этих мероприятий в марте 2021 года создан специальный центр поддержки председателей Советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. Обучающая программа этого центра призвана помочь местным жителям и управленцам правильно ориентироваться в системе ЖКХ, решать вопросы, связанные с благоустройством, и выстраивать связь с ресурсоснабжающими организациями. Одна из ключевых тем семинаров в этом году – знакомство жителей с системой ГИС ЖКХ. Всем присутствующим предлагают бесплатно зарегистрироваться в этой системе. Эта электронная площадка открывает перед пользователями массу возможностей. С помощью электронного ресурса можно проводить собрания жителей МКД в онлайн-формате, формировать протоколы и оплачивать коммунальные услуги без процентов. Очень сближает, потому что даже вот на одном из вторичных семинаров было предложено от ГЖИ помощь в проведении электрособрания с помощью электронных систем. Через ГИС ЖКХ можно было подойти. Обучающие семинары проекта «Мой дом» будут проходить во всех районах Самары. Представители городских властей приглашают активных жителей к участию в информационно-образовательных встречах. Подробную информацию можно получить в районной администрации или по бесплатному многоканальному телефону горячей линии регионального центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, который вы видите на своих экранах. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. Овощи и фрукты, мясо и рыба на любой вкус. Муниципальная ярмарка на пересечении Киевской и Тухачевского пользуется успехом у жителей города, хотя работает всего лишь с прошлого года. Когда на площадке идет оживленная торговля и какими новыми ярмарками порадуют самарцев в этом сезоне, узнал Михаил Ермоленко. Со вторника по воскресенье на пересечении улиц Киевской и Тухачевского в Самаре можно приобрести продукты питания по выгодным ценам от местных производителей. Семейная ферма из Большой Глушицы, которую представляет на ярмарке Амиржан-Шукуров, реализует конину, говядину, а также баранину. На подобных ярмарках условия для торговли подходящие, рассказывает мужчина. Мы с 1 сентября прошлого года здесь находимся, на этой ярмарке. Очень довольны тем, что администрация города предоставила нам такие условия, то есть комфортабельные, когда зной, ветер и снег, и дождь, как говорится, мы всегда находимся в хороших условиях, потому что мы имеем возможность реализовывать нашу продукцию. На посещаемость ярмарки, как отмечают продавцы, влияют разные факторы. Погода, праздники и настроение людей. Бывает, что и в четверг не протолкнуться, хотя это рабочий день. Ну а в субботы и воскресенье чаще всего многолюдно. Многие самарцы приходят на ярмарку каждые выходные, тем более, что друзья и знакомые советуют. Каждую неделю практически. То есть здесь мясо очень вкусное, то есть ярмарка, то есть весь ассортимент очень хороший у них. Вот, то есть все выборочно есть, и вся продукция очень свежая. Расширение ярмарочной торговли в городском округе – одно из приоритетных направлений работы. Кроме круглогодичных муниципальных ярмарок, в региональной столице планируют проведение сезонных. На них жители города в течение выходных смогут покупать овощи, фрукты и другие продукты. Одна из таких торговых точек уже открылась в поселке Мехзавод, рядом с Домом культуры «Октябрь». Формат сезонной ярмарки, когда производитель может с минимальными затратами приехать, поторговать, не заниматься погрузкой, разгрузкой и прочими работами, которые внесут дополнительную стоимость продукта. Таким образом достигается минимальный уровень цены на продукцию. Как отметили в профильном департаменте, на таких торговых точках выходного дня самарцев ждет разнообразный ассортимент, который к концу сезона, в августе, станет еще больше. Ценами производители также порадуют. Всего в Самаре работают 28 ярмарок. К тому же в этом году планируют открыть 16 новых торговых точек, в том числе передвижных сезонных. Этот вопрос прорабатывается в Департаменте экономического развития, инвестиций и торговли. С 1 июля в России вступит в силу закон о дачной амнистии 2.0. Фактически будет продлен действующий уже 16 лет закон, который позволяет в упрощенной форме регистрировать дачные и жилые дома, построенные до 1998 года. За годы работы закона в России дачной амнистией воспользовались около 14 миллионов граждан. В Самарской области таким образом ежегодно регистрируют около 9 тысяч объектов. Каких документов достаточно, чтобы оформить недвижимость по упрощенной схеме, в нашем сюжете. С 1 июля в России вступит в силу закон о дачной амнистии 2.0. Таким образом, программы регистрации жилых домов по упрощенному порядку продлят. Но речь идет только о тех объектах, которые были построены до 14 мая 1998 года. Обычно для того, чтобы оформить дом, нужно два документа, подтверждающий право на земельный участок и документ, подтверждающий технические характеристики строения. Это техпаспорт, составляемый кадастровым инженером. Но, как правило, документов на землю у собственников домов, построенных в середине прошлого века, нет. И вот отсутствие первого документа, именно документа, подтверждающего право на земельный участок, является той основной проблемой, которой призван решить новый закон дачной амнистии 2.0. Достаточно большой пласт, массив жилых домов был начат строительством и построен в середине прошлого века. И вот люди жили там из поколения в поколение, десятилетиями, были прописаны в своих домовых книгах, подключались к коммунальным сетям. Но при этом эти дома, эти постройки никогда не были надлежащим образом оформлены. Не было ни документов на землю, не было ни, соответственно, документов на жилые дома. Чтобы оформить дом по закону о дачной амнистии 2.0, нужно подтвердить, что он построен до 1998 года. Для этого достаточно одного из следующих документов – выписки из похозяйственной книги, документы о технической инвентаризации, документы о подключении дома к коммунальным сетям, либо квитанции об оплате или прописке по месту жительства. Вместе с тем продолжает действовать привычная нам дачная амнистия, воспользоваться которой могут люди, у которых документы на землю есть. В начале июня таким образом свой дом оформил и житель кенеля Виктор Макаров. Бывший военный приобрел недвижимость в 2009 году. Документы оформил на себя и супругу, а техпаспорт на дом был зарегистрирован на прежнего владельца. У Виктора трое детей. Чтобы в будущем у них не возникло проблем с наследством, он решил привести документы в порядок и обратился к кадастровым инженерам. По телевизору я слышал, что дачная амнистия есть, конечно, об этом я был в курсе, но я просто не знал, что на дом она тоже распространяется, так же все. Обратился, мне сказали, да, вы проходите под эту программу, принесите, пожалуйста, все документы, какие есть, мы посмотрим, что у вас есть, возьмем, какие нужно. Все, оплатите, будет выезд инженера, если вы все согласны. И все, вот так вот и пошло. Кадастровый инженер передал документы в МФЦ, а тот направил их в Росреестр. Через два дня документы были готовы. За 16 лет действия закона о дачной амнистии в России ею воспользовались около 14 миллионов граждан. В Самарской области ежегодно регистрируют около 9 тысяч объектов. Виктория Шарая, Максим Гусев, События. Овации зрителей и новый опыт. Долгопрудненский театр «Город» завершил большие гастроли в Самаре. Коллектив из Московской области показал зрителю четыре разноплановых спектакля из своего репертуара. Наш корреспондент Анатолий Головко пообщался с руководителями и режиссерами творческого коллектива. Большие гастроли Долгопрудненского театра «Город» и Самарского художественного театра подошли к концу. Сегодня в региональном отделении Союза журналистов России подвели итоги концертного тура творческих коллективов на большой пресс-конференции. Гости из Подмосковья представили на суд самарского зрителя сразу четыре работы из своего репертуара. Арабскую сказку «Аладдин», спектакль «Аленький цветочек», «Открытие жизни» и его величество «Государ Николай II». Все постановки пришлись по нраву местной публики. Артисты получили новый опыт и зарядились мощной положительной энергией от благодарных зрителей нашего города. Для нас большая честь приехать была в Самару и познакомиться именно с вашим зрителем. И здесь мы столкнулись с тем, что наши спектакли очень многие задействованы вместе с самим зрителем на импровизации, на взаимодействии, на контакте. Нам очень важно, как они реагируют. Здесь я надеюсь, что нам удалось и по отзывам зрителей им понравились те истории, которые мы рассказывали им. Прежде всего это был спектакль «Аладдин». Труппа Самарского художественного театра тоже приезжала в гости к коллегам из Подмосковья в апреле 22-го года и показала ценителям искусства свои спектакли. Это стало возможно благодаря реализации федеральной программы «Большие гастроли», которую инициировало Министерство культуры Российской Федерации. Мы подружились с артистами, подружились с руководством театра. Ну вот действительно, что стали просто друзьями. Да, принимали нас с Долгопрудом тоже очень радушно. Мы несколько раз пытались подавать документы в эту программу. Мы подавались с Челябинским театром, мы подавались с Иркутским театром. И, к сожалению, не прошли. А вот с Самарским театром все получилось, что, в общем, особенно для меня, как для руководителя, когда все получается, все складывается особенно знаково, поэтому город Самара стал для нас счастливым городом. По словам руководителей творческих коллективов, сотрудничество Самарского художественного театра и Долгопрудненского театра «Город» будет продолжено. Уже в ближайшее время артисты планируют делить сцену на различных фестивальных площадках страны. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. Год национальной культуры в России дарит Самаре новые впечатления. В доказаря прошел межнациональный концерт «Имтун» в переводе с армянского «Мой дом». Помогла организовать праздничный вечер армянскому национально-культурному центру «Нейри» администрация Самары. На сцену выходили не только армянские творческие коллективы, но и другие представители многонационального мегаполиса. Тему продолжит наш корреспондент. Диана Агабабян выросла в ансамбле «Нейри». Пришла танцевать сюда еще девчонка и сейчас руководит творческим коллективом. Но по-прежнему остается на сцене и в качестве артистки, и в качестве хореографа. Уверена, только танец может полностью раскрыть культуру любого народа. В концертной программе «Нейри» 10 номеров, и в каждом из них что-то особенное. Армянский танец – это грация, это любовь, это нежность, это сила, это выносливость, когда нужна жестокость, но все у нас крутится вокруг любви. Через костюм, через какие-то орнаменты, через музыку. Межнациональный концерт «Мой дом» по традиции принимал ДК «Заря». На сцену выходили армяне, грузины, дагестанцы, белорусы и другие народы, проживающие на территории региона и города. На этот раз организатором праздника выступил армянский культурный центр «Нейри» «Свобода» при поддержке администрации Самары. Наш общий дом – это наш родной город Самара. А Самара, как известно, город многонациональный. Сегодня на концерте мы видим представителей уже второго поколения. То есть дети наших руководителей, руководителей национально-культурных центров уже являются сами организаторами мероприятий. Появляются новые ансамбли, в них приходят новые ребята. А значит, передается та нить культуры от человека к человеку, от народа к народу. И именно так развивается культура многонациональной Самары. Узнать больше об армянской культуре можно не только на концертах. Кружки, секции и воскресная школа работают в Доме дружбы народов. Там изучают традиции, культуру и национальный язык. Наша задача – показать преемственность поколения. И с учетом того, что уже примерно 15 лет уже мы в общественной жизни, мы уже воспитали кучу молодежи, кучу взрослых, которые уже взрослые, и которые уже своих детей уже возят к нам. Вот что и радует нас. По мнению зрителей, именно на таких межнациональных концертах крепнет дружба между народами. Здесь налаживаются знакомства, которые потом перерастают в культурные и бизнес-проекты. На самом деле это не миф, это на самом деле так и есть. То есть все национальности друг друга поддерживают, все принимают участие на различных мероприятиях. В жизни, да, конечно, можно сказать, что не раз и меня выручали представители, допустим, ну, с чем я сталкивался. Это Таджикистан, той же самой Армении ребята, да, были. В Самарской области проживает 157 национальностей и 14 этносов. Но историю губернии и Самары создают люди, талантливые и неравнодушные. Например, певица Надежда Кадышева, мордовка, олимпийский чемпион, дзюдоист Тахер Хайбулаев, аварец, архитектор Ваган Каркарьян, армянин. Журналист Сергей Кизоркин-Мордвин, оператор Константин Головин, русский. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В детском лагере «Волжанка» в родительский день прошла спортивная эстафета для детей и родителей «Мама, папа и я – спортивная семья». Говорится, в телеграм-канале департамента опеки, попечительства и социальной поддержки семейные команды соревновались в ловкости, быстроте и смекалке. Участников наградили подарками, а в завершении состоялся праздничный концерт. В телеграм-канале промышленного района «Самара» рассказывают об условиях назначения пособия детям от 3 до 7 лет и какие условия должны соблюдаться. Среднедушевой доход в расчетном периоде должен быть не более прожиточного минимума на душу населения, а именно 13 085 рублей. Наличие имущества в пределах установленного перечня в расчетном периоде должен быть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия. Памятки о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет можно посмотреть в телеграм-канале промышленного района. На этой неделе для самарцев подготовили различные лекции, литературную прогулку и кинолекторий, сообщают в телеграм-канале городской администрации. 16 июня в нулевой комнате пройдет артист-ток с питерской художницей Дарьей Гончаровой. У посетителей будет возможность задать вопросы про процесс создания проекта «Миры» и узнать больше о ее творчестве. Также здесь откроется буккроссинг, куда все желающие смогут принести любые книги и обменять их на понравившиеся. Начало в 18 часов. Более подробная информация о культурных мероприятиях доступна по опубликованным ссылкам. В связи с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения ограничена подача воды по нескольким адресам, информирует жителей администрации Ленинского района в своем телеграм-канале. Отключение коснулось домов 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88 и 92 по улице Галактионовской. Частично подачу холодного водоснабжения приостановили в оперном театре на площади Куйбышева и ближайших к нему домах. Для жителей организовали подачу воды. Более расстояли по адресам Галактионовская, 81 и Галактионовская, 103. Завершение работ запланировано на вечер 16 июня. Телеканал «Самара ГИС» запускает новый конкурс в честь своего 15-летия. Поучаствовать в нем и побороться за подарки смогут все жители столицы губернии в возрасте старше 16 лет. Пройдет конкурс с 16 июня по 31 июля этого года. Условия предельно просты. Подписаться на группы телеканала «Самара ГИС» в социальных сетях, прислать фото или видео поздравления телеканала «Самара ГИС» на электронную почту конкурс собакасамарагиз.ру. Выложить фото или видео этого поздравления с хэштегом «Самара ГИС» 15 лет на своей странице ВКонтакте. Подведение итогов конкурса состоится 16 августа. Подробнее об акции и подарках можно прочитать на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok